Сегодня в Кремле вручат награды Героям Труда. Церемонию проводят ежегодно в канун 1 мая. На этот раз почетных званий удостойны 5 человек. В их числе и сотрудник группы компании Доброфлот Сергей Антонов. Об этом человеке, который вошел в историю рыбной отрасли на Дальнем Востоке, расскажет Андрей Колесников. Редкие кадры, снятые в Японском море, промысловики ставят гигантский невод кошелек. Верхняя часть сетки очерчивает края своеобразного подводного бассейна с попавшей в него рыбой, которую затем бережно подтягивают с уловом к промысловому судну. И вот еще живую рыбу перегружают в трюмы мотоботов, чтобы в кратчайшие сроки доставить на плавбазу всеволодсибирцев для переработки. Для нынешних специалистов отрасли работать с такими снастями в новинку. Хотя каких-то лет 30 назад еще в Советском Союзе этот вид промысла активно использовали рыбаки. Дело в том, что другие траловые сети здесь бесполезны. Нежная, богатая жирными кислотами омега-3 рыба требует деликатного обращения, иначе портится еще в процессе лова. 25 лет назад сардина ушла далеко в океан. Ее добыча сократилась, а промысловое мастерство было забыто. В 2016-м косяки и в оси миллионы тонн вновь подошли к российским берегам. Но вот поймать, сохранить и доставить ценную рыбу до потребителя до сих пор удается немногим. 9, 9, 40. Так, Серега, давай мы сейчас сразу шов прибросим. Это Сергей Антонов, автор возрождения промысла сардина в оси. Он нашел старые чертежи, с нуля рассчитал параметры и требования к материалам. Собственными руками связывал первые полотна, жгуты, поводки и веревки в сложной системе кошельковых неводов. За подходящими материалами для производства и оборудованием поначалу пришлось поездить по миру. Нужно было восстановить пароходы, промысловые механизмы поставить. Я тоже ездил, нашел эти промысловые механизмы. Мы переоборудовали пароходы, мы их просто восстановили. Как они были по советским временам, проекты СТР, 503 проекты. Затем, как ставят в море его антоновский кошелек, архитектор Нева доследит лично, выходя на каждый промысел вместе с рыбаками. Во время охоты на Ивасе его слушают все, от капитанов до рядовых матросов. В себе сочетают уникальные качества не только профессионализм, теоретическую подготовленность, но и практическую реализацию. Восстанавливая такую сложную деятельность в море за тысячу километров от берега, он находился один. То есть экипаж не всегда верил в его успех. И на протяжении трех лет ему приходилось каждый раз свою уверенность передавать экипажу и в каких-то случаях даже заставлять их верить в успех этого дела. Благодаря этому мы на столах имеем на сегодняшний момент этот вкусный, полезный продукт. На большинстве выпускаемых консервов Доброфлота надпись сделана в море. Это не просто маркетинговый ход. На самом деле большая часть улова сдается на плавучие заводы, где и перерабатывается, то есть прямо в точке промысла. На берег крупнейшая плавбаза Всеволодсибирцев привозит уже готовую продукцию. Всего в компании 15 рыбодобывающих судов, конечно, они ведут промысел не только и в осину, и другой рыбы ценных пород. Кстати, сети под каждый ресурс здесь тоже научились делать самостоятельно. Конечно же, под руководством Антонова. Это пока единственная уникальная история для всей рыбной отрасли Дальнего Востока, когда рыбоперерабатывающее предприятие полностью обеспечивает себя орудиями лова. В этом цеху их производят до 10 видов, в том числе и те самые кошельковые невода, с помощью которых совсем недавно был возобновлен промысел сардины в оси. Как и в 1973 году, когда молодой выпускник рыбохозяйственного техникума в Баку Сергей Антонов попал по распределению во Владивосток, и сегодня он по-прежнему увлечен своей работой. На берегу долго не бывает. Я должен все равно проверять, курировать, потому что это очень сложный процесс. Но могу сказать на данный момент, что у нас есть такой СТР Калиновка, капитан уже как бы набил себе руку, и мы можем его выпускать в свободное плавание. Но зачастую ко мне обращаются, я нахожусь там же, в экспедиции, на добывающих судах, и там же я им помогаю, где своими руками, где словом. О заслугах своего сотрудника, внесшего такой существенный вклад в дело продовольственной безопасности страны, руководство компании поставило в известность чиновников Росрыболовства, власти региона и края. Ответ из Москвы ждали недолго. На днях президент подписал указ о присвоении Сергея Антонову звания Героя Труда России. Андрей Колесников, Владимир Ощенко, Антон Гвоздецкий, Вадим Телегин. Вести. Владивосток.